Друзья, добрый день! Вы на канале Красина и Кирилла. Суть сегодня ролика будет такова. Много комментариев, которые читаем, следуем на такую тему. Напиши, запиши ролик, в чем ты или как не потерять денег, или самые большие потери, на каком этапе, в каких там случаях были. И решили записать топ, ну не топ, топ нельзя сказать, надо 5 пунктов, на которых, ну на мой взгляд, и я терял деньги, и те люди, которым мы строим дома, кстати, мы строительство тоже занимаемся, только по Калининградской области. Калининград, Калининградская область. Первый пункт, он вытекает из земельных участков. Когда вы приобретаете земельный участок, нужно смотреть на коммуникации. Свет, вода, газ, основные такие моменты, да? Вы можете пойти в сторону дешевого участка, повторюсь, где в будущем будут эти коммуникации, но это риск. Человек, как в каталогах, да? 4,99, там 2,999, вот этой маленькой ценой завлекают покупатели. Также вас могут завлечь вот этой малой стоимостью за земельный участок, к примеру, 10 соток, 500 тысяч рублей. Вы на эту стоимость клюете, а потом он в итоге вам встает в 2 миллиона, либо в долгий срок, допустим, в течение года, либо двух, там не было и нет электричества, газа нет, вы переходите топиться на электричестве, а в моем случае это был момент, вот история из вот этого поселка, когда покупали, владелец бывший сказал, да, все, скоро там будет свет, света не было, и нам пришлось заплатить каждому дому. Заплатили 180 тысяч за подключение к промзоне, либо, ну, не на генераторах же здесь освещаться и топиться, а кабель, ну, пусть там по 30 тысяч, там каждый скинулся, или там по 15, я уже не помню эту сумму, но и по 9,5 рублей платили за киловатт, и эти деньги все выброшены, почему? Потому что через год пришло все же электричество сюда, да, ты вроде бы мне можно было подождать, спеха не было бы, да, чтобы не платить вот эти 180 тысяч рублей, но тогда бы мне стройка, это через полтора года обошлась бы дороже, чем я, ну, грубо говоря, полтора года назад дом поставил. Посмотрели, нет коммуникации, там освещение, возможно, и подъездные пути, они там не организованы и не спланированы. Во-первых, это здесь еще зависит посадка дома, если участок длинный, да, и вы хотите в конец дома, ну, грубо говоря, поставить посадку дома в конец участка, вот как был пример, который я сейчас озвучиваю, то у него там 30 метров нужно было сделать дороги, потому что это, грубо говоря, огород, ну, либо плиты кидать, либо подсыпную там дорогу сделать какую-то, потому что тяжелая техника не подойдет к участку, ни разгрузка, даже тот насос, бетон-насос, он не может подойти, чтобы достать там стрелой. Что, придется делать дорогу, а эта дорога будет, как сказать, ну, временная, потому что ты же потом изымешь эту дорогу, которую ты подсыпал, этот бой, и будешь делать мощение, газоны, эта дорога, по-моему, стала там в районе 150 или 175 тысяч рублей, вот за такой небольшой участок. По фундаментам. Следующий пункт. Геологии зачастую нет у человека, и проектировщик шлепает туда, как сказать, монолитную плиту. Это просто универсальный фундамент, который точно подойдет, ну, не во всех там, не в 100 случаев, ну, в большинстве случаев монолитная плита подходит. Это самый дорогой фундамент. И этот, как сказать, фундамент для проектировщика, он самый безопасный. Для проектировщика что? Он просчитал, он себя обезопасил, он поставил свою подпись, потому что по его проекту потом будет строить дом. Если что-то случится, то ему будет не совсем, как сказать, хорошо, понимаете, да? Поэтому теперь, чтобы себя защитить, и так как нет геологии, он просто сразу по умолчанию просчитывает ее монолитную плиту. А это самый дорогой фундамент. А есть другой фундамент, который, ну, по просчетам, он держит эти нагрузки, альтернативные, грубо говоря. Но он нисколько ты не теряешь на качестве, он все так же выдерживает, но он раза в три дешевле, да? И ты в этом, ну, там, я не знаю, сэкономить. Если сейчас плита там на 140 квадратов будет стоить миллиона полтора, если ты в ленту уйдешь, там, ну, тут точно ты в половину сохранишь в семейном бюджете. А 700 тысяч рублей, это тебе весь блок перекроет на строительство дома, либо монолитное перекрытие, короче, решай, да? Следующий пункт, такой интересный. Не вырезайте, сейчас скажу этот момент. Вот посмотрите, есть у нас проектировщик, Глеб Грин. Это батя вообще газосиликатного блока. Классный, четкий мужик. Посмотрите, он много про эти пункты говорит, что поиграв с плотностью блока, можно, ну, достаточно, ну, даже в некоторых случаях в два раза сэкономить на объеме блока. А это, если ты экономишь толщину блока, сейчас я объясню моменты в два раза, соответственно, ты клей экономишь, доставки экономишь, полезную площадь в доме увеличиваешь, понимаешь? Поэтому, если, допустим, блок у меня 300, тебе просчитали, мне посчитали проектировщики 400 миллиметров блок, я ухожу в 300. Сейчас расскажу, как уйти в толщину 300. То посчитать вот эти 10 сантиметров по всему дому, ты высвобождаешь там квадрата 3-4 себе дополнительных. А если теперь 4 квадрата, вроде такая, ну, как сказать, ну, ерунда какая-то, 10 сантиметров. Теперь смотри, дом 100 квадратов, стоит, допустим, 10 миллионов. Получается, квадратный метр сколько стоит? 100 тысяч рублей, получается, да? Правильно? 10 квадратов в миллион, но 100 квадратов в 100 тысяч. Поэтому только, исходя из этого пункта, который я тебе сейчас дальше донесу, донесу, поиграв с плотностью блока, уменьшив его на 10 сантиметров, при этом не пострадает качество, ты высвобождаешь себе там 4-5 квадратных метров, а если дальше их делить, ты высвобождаешь себе дополнительных 5 квадратов, это 500 тысяч рублей. Этот пункт сколько денег нам принес? Сэкономить. А? Вы складывали, считали. Что-то 70 тысяч на блоке, там 20 тысяч рублей на работе, наклей на доставку, это уже под 100 тысяч экономия, высвобождаются лишних там 4, в зависимости от площади дома. Ну, давай возьмем там не 5 квадратов, а 3 квадрата за 300 тысяч рублей. Мне кажется, всегда, в любом строении, нужно делать теплый стол. Когда начали ставить баню, построили фрейм баню, там уже был фундамент ленточный, потом обратная засыпка, стяжка, и потом мы делали утепление пенополистиролом, и сразу чистовую стяжку, и не заложили туда теплый пол. Не то, что там денег сэкономить. У меня тут такой момент вообще в голове сыграл, ну, я логически начал думать, это к тому, что не всегда логика в стройке, она вообще зачастую, как сказать, ты пытаешься логически вроде правильно просчитать, но у тебя этот просчет не получается. Много моментов, мы потом запишем про это видео. Здесь вот я вот подобный в моей жизни случай сыграл, я подумал просто, нафига в бане теплые полы, если люди там напариваются, и выбегают, и в холодные речки, и в снег прыгают, в купель прыгают, им там жарко, нахер там еще им добавлять жары, да, и вот это была моя ошибка. Ну, теплый пол обязательно, теплый пол, чтобы котел вот не маслал у вас потом, и не хватало этого отопления, и вы вот так ходили и обламывались. Теплый пол, ну, встанет это мне в районе 200 тысяч рублей, так, ну, это только заново теплый пол, ну, мне нужно же демонтировать ту плитку, которая там есть, у меня там кварц-винил лежит, или, короче, этот, по типу ламинатора делал. Так, кварц-винил, назовем, лежит. Это шиво нужно отклеить, содрать. Это нужно как-то продумать, или стяжку-то выдолбить, вынести ее обратно, потому что мы высоту новую не можем дать, там окна у нас в пол идут. Без вариантов не рассматривай, сразу закладывай смету теплой полы, и все. И будет тебе счастье комфортное, сухое, гладкое. Еще один момент скажу, такой, как я потерял деньги, вот у нас это поле, да, человек как выкупил поле, я же вам рассказываю в видео, как это происходит, нарезает на участки, подводит туда дороги, свет, газ, и продает там в 3-4 раза дороже, или сколько там, в 2 раза дороже. Но это суть такова, что это обычные поля. Когда начали делать дорогу, такая ошибка была, человек, не понимая в дороге, он привез сюда, короче, вырабатывали какой-то грунт, он идет с булыжниками, ну, с землей, короче. И когда сюда вывалили, получалось, что, ну, земля, когда напитывается влагой, она такую в жижу превращается, и он думал, что вода не уходит с дороги, подумал, нужно прокапывать траншею вдоль дороги. Начал прокап, ему нужно было просто снять этот грунт, плохой на самом деле, который нельзя было использовать для дорог. Где-то, наверное, сэкономил на нем, да, убрать. И завести новый, сделать новую дорогу. Всем бы было сухо, всем бы было счастье. Но он пошел другим путем, я ему хотя говорил, говорю, ну, проблема в этом, не в дренаже, дренаж у нас здесь есть естественный, он отлично справляется, работает. Ну, не послушал, пошел своим путем, короче, начали они прокапывать, первую трубку взрывает. Я говорю, Степ, еще говорит, смотри, ну, ты что делаете, что творите, здесь же дренаж идет. Говорит, да ладно, все нормально, все сделаем, вода сейчас уйдет. Ну, короче, они прокопали эту траншею, взорвали весь этот дренаж, эту мелиорацию, вода с дороги не ушла, но начал отопить меня. У меня участок получался самый крайний, в самом низу. Вся вода, которая сверху скапливалась, тормозила здесь, в дренажной яви, потому что сосед, делая себе въезд, закапывая трубы дренажные, их порвало, и между труб засыпало землей, то есть вода не уходила. И получается, моя самая низкая точка, вода вся, которая скапливалась, она начинала литься ко мне на участок. Блин, ну, простой момент, я, честно говоря, как я ему не смог донести этот момент, и почему он меня не послушал. Ну, суть уже все упущено, не будем, ну, как сказать, хай, тем более этого человека нет, но мужик был вообще по итогу классный, типа. Но ошибка привела к тому, что можно было не делать ни вот эти канавы, ни дренажные трубы эти прокладывайте, ни мне дренаж, короче, а он встал, мне там в районе 220-1000 рублей, причем то, что мы делали, это еще силами разнорабочих. То есть, ну, как руководили, а люди просто, ну, исполняли работу. Если бы обратились в компанию, это встало бы еще намного больше. Ну, так пострадали все участки, теперь каждому участку нужно делать дренаж, который можно было и не делать, если бы ты не рванул вот эти там миллиарционные трубки или этот дренаж немецкий, не знаю, как поправьте мне в комментарии, это все называется. Не говорил никогда, подписывай, да зачем, ну, как бы, я даю пользу, и на эту пользу люди идут, и кому надо, сами подписывайся. А теперь я тебе скажу, подписывайся, потому что в следующей серии у нас будет как наебать бригады настройки. Ты не подпишешься, ты можешь пропустить какую-то важную информацию, которая тебе сэкономит определенную часть бюджета. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok